Тимуру семь с половиной лет. Он уже совсем уверенно стоит на лыжах, спускается без посторонней помощи, кантуется, регулирует скорость. Кто бы мог подумать, что мальчик почти не ходит. У него детский церебральный паралич. И когда три года назад родители привели его на занятия по горным лыжам, вряд ли кто-то мог подумать, что Тимур достигнет таких успехов. Мы участвовали уже в прошлом году. Все начиналось непросто. Даже держать тело в вертикальном положении и не падать – это большая проблема для ребенка с нарушениями центральной нервной системы. Помогают тебе лыжи для здоровья как-то? Как ты считаешь? Ноги разминать. Основатели проекта Сергей и Наталья Белоголовцева, перепробовав все возможные методики лечения для своего сына с диагнозом ДЦП, однажды решились на эксперимент и поставили парня на горные лыжи. Уже спустя две недели занятий стало очевидно, что горнолыжный спорт – довольно эффективный метод реабилитации ДЦП и других ограниченных возможностей здоровья. У нас в соседнем доме живет мальчик, у которого ДЦП. И вот он очень редко выходит на улицу, только когда хорошая погода, когда сухо. И мы однажды шли к дому, увидели этого мальчика. И муж говорит, мне так жалко, каких детей, сколько же они в жизни недополучают. Я говорю, Леша, ну, может быть, для них просто по дорожке пройти. Ты экстрим такой же, как для вас с гор кататься. Ну, как-то поговорили и забыли. Буквально через неделю услышали, что в Москве, в Канте проходят тренировки детей с ДЦП. Ну, Тимур наш первый ученик. Начиналось все с дикого рева, с дикого скандала. То есть первый переход на склон – это страшно для детей. Потихонечку научили его держать равновесие. Работать с такими ребятами – большая ответственность. И это совсем не просто психологически. Не каждый способен пойти на такой труд. В Рязанском спортивно-развлекательном комплексе «Семена Оленинская» есть специалисты. То есть мы пригласили благоловцевых. Они нам провели семинар. Отучили наших конструкторов. И, в принципе, мы уже три года, кажется, работаем по этой программе. После того, как это все завезли в Кант, мы взяли на вооружение. Пытаемся работать. Комплекс делает для этого все возможное. Мозг и тело человека, поставленного в нестандартные условия, вынуждены одновременно выполнять большое количество новых заданий. На непривычной скорости с поразительной быстротой перестраиваются. Улучшается осанка и координация, сокращаются спастические симптомы, повышается стойкость к простудным заболеваниям и появляется уверенность в своих силах. Даже небольшой курс из 10-15 занятий дает очевидные результаты. Однако, как показывает практика, одним курсом дело никогда не ограничивается. Вместе с ребятами к занятиям приобщаются и родители. Меня ребенок приобщил, да, можно сказать, с этого сезона только встал на лыжу, благодаря ему. И вместе с ним, можно сказать, обучаемся. Хотя медицина еще не дала официальных обоснований эффективности занятий горнолыжным спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, сам факт выхода ребят в общество, их контакты со здоровыми детками – уже очень важный результат программы.